Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 699. События дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. За 11 ноября 2017 года. События. Николай Скляренко, Австралия. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Отец Андрей весьма неординарная личность, но одной ногой, увязшей в мирском мудровании и слабостях плоти, это он о Кураеве пишет, его поиск истины в некоем интеллектуальном крючкотворстве, а не в простоте сердечного видения, привело его в состояние крайнего обмерщения. Ему нужна помощь. Он заблудился, хотя искал нелицемерно. Я отвечаю. Я в его живой журнал дал знать, чтобы он приехал и пожил у меня, и снял с себя килограмм сорок лишнего жира. Он тут был, и у него есть все мои книги. Далее. В Москве, когда были мы, то просил найти его и соединить, но его не нашли дома. Что и как ему могу сделать? Начни с Катей, соедини с ним. Я каждый день молюсь о нем. Каждый день. Рустам Игнатий Тихонович, здравствуйте. У меня сейчас гормональный дисбаланс. И в этой связи я сейчас неконтролируемо очень злой на всех. Как выйти из этого состояния с учетом физиологической поломки? Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Кроме поста и молитвы нет ничего? И главное, видишь, все это пользуется гормональный дисбаланс. Врач. В сердце зреет мысль даже мстить многим после того, как отойду. Самое удивительное, я ношу крест, читаю Библию, каждый день и хожу в храм. Я отвечаю, есть поркотерапия. Драть розгами у профессора Пилипенко в Новосибирске. Рустам, спасибо. Хорошо, хоть не черная заноза в мозг. Черная заноза, это я задорно вам тут говорил, ролик выстоял. А задорно весь сейчас прям наполнен весь эфир. Светлая личность, ушел. Темнее некуда. Светлая личность. Он совершенно не понимает ничего. Он уже болел, уже никакая медицина не помогала, он снова к шаману полез. Сейчас пишут, он пришел в храм, причастился, он без сознания был. Опухоль мозга все затопило. Его прищищали, да не прищищали, а написано исповедовали. Врут все это. Когда он был без сознания, какое-то причастие. Все, он отключен. Растительный образ жизни. Ничего у него не было. Я внимательно все пересчитал, где есть. Нет слова правды. Вот наш ролик посмотрите там. А я с ним четыре... О нем говорил четыре года назад. Когда он был здоровый, богохульствовал. Это богохульник. Ему Бог эту черную занозу в мозги-то ей дал. Я его сравню. Юлиан отступник в чем-то. Точно так же было. Притча. Это я стихотворение свое выставляю. Ну, я называю проповедь в стихах. Это эпиграф к стихотворению. Притча 24.11. Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Я разве сторож брату моему, разоблаченный Каин, запирался? На вооружение его слова возьмут, сумеют подсластить, смягчая маслом. На отговорке человек искусен, на обличении же глух и слеп. Он зол. Как от навязчиво отмахиваясь мухи, роняет лучшая с небрежностью под стол. Мы сторожа над совестью бесценной. И в этом плане жутко сколь проспали. Доказывали невиновность с пеной, движение вперед в колеса палки. У сторожей забота день и ночь, почасовая вахта и без передышки. Там неприятель отползает прочь, шакал напрасно у забора рыщет. Священство все прописано в охране, беречь отары жалких травоядных. В домах, в судах, не только лишь по храмам. Яков знал своих по белым пятнам. Проникнуть в замыслы воров, гиен, инициативу их перехватить. Не сдать своих в патриархийный плен. Какое горе там, где пастырь спит. Я сторож брату и сестре зловредной. Помочь избавиться от дерзости скандальной. Придется от таких страдать нередко, в них истреблять, не веря по капле. И старшему, и низшему я сторож. По мере совести, разбуженной Иисусом, держать всегда сухим с заботы порох. Спасать приговоренных не стыжусь я. Нет объявлений, ищем сторожей. Они нужны и церкви, и стране. Восстань, откликнесь. Я готов уже. Душа бессмертная, а я слуга при ней. 11 марта 2007 года. Иезекииля 3, 18 и 21. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь. А ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был. То беззаконник тот умрет в беззаконии своем. А я, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Если праведник отступит от правды своей и отступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой. И не припомнится ему праведные дела, его какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Слава Иисусу Христу! Татьянушка справляется. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Вот, дали мне тему, тут без церкви нет спасения. Вне церкви нет спасения, это Илариона Троицкого есть книга, про это говорит. Это секретарь патриарха Тихона, и он так и кончился в ГУЛАГе. Теперь наступили времена такие, когда всякий человек, будь он иудей, штундист, латинянин, старовер, язычник или другой, кто может не только сам держать свою веру, но и других в нее завлекать. Кто? Никто ему запретить этого не имеет права. Все веры, истинные, благочестивые, приводящие к Богу, и ложные, уводящие от Бога, нечестивые, теперь получили в России одни права, все уравненные перед гражданским законом. Поэтому надо ожидать, что проповедники всех вер будут изо всех сил стараться зазывать к себе народ, говорить, будто у них истина, а у других ложь и погибель, всякую человеческую выдумку станет выдавать за божественную правду. Вот почему нам, православным людям, надо удвоить осторожность, чтобы не принять ложных пророков за истинных, обольщение за правду и вместо царства Божия не оказаться в сетях врага человеческого рода дьявола. А для этого надо прежде всего твердо знать свою собственную православную веру, дать себе отчет, почему вне нашей православной Христовой Церкви нигде в целом мире не может быть истина христианской жизни и спасения. Рассудим об этом подробнее. Спрашивается, зачем, какое дело совершить приходил Господь наш Иисус Христос на землю? А ответ на этот вопрос мы находим в той вдохновенной молитве, какую Христос Спаситель произнес перед своими вольными страданиями после прощальной беседы с учениками. Отче Святой, молился Христос, соблюди их, учеников, во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Евангелие Теяна 17, 11. Но не об одних только святых апостолах, молился Спаситель-то, а я о всех нас, христианах, верующих в Него. Не о них только молю, говорит Христос, но и о верующих в Меня по слову их. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едины». И там же стих 21. «Да будут едины, как мы едины, Я в них, и Ты во Мне, да будут совершенного едины. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Стих 22, 23. Видите, возлюбленные, что целью пришествия Христа, Спасителя, на землю было уничтожение греховного разделения и вражды между людьми и создания единого на всю Вселенную верующего человечества, в котором не было никакого разъединения. Другими словами, Христос хочет, чтобы, как на небе Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой составляют одно, или как тысячи тысяч ангелов и праведных душ живут в Боге одной общей жизнью, одно любят, к одному стремятся, а одного желают, имеют одну общую волю Божию, так и на земле все истинно верующие люди были бы одно. Эту мысль Спаситель не раз повторял и в других местах своей земной проповеди. Вот, например, в притче о добром пастыре, которую так часто вы слышите в храме. Он говорит, что ему надлежит из целого мира выбрать всех добрых овец и собрать их воедино, дабы в целом мире было только одно Богоизбранное стадо и один пастырь Христос. Иоанна 10, 18. Заметьте, ни два, ни три, ни четыре, ни несколько, ни много стадо, одно стадо. Вот это-то единое своё стадо, составленное из верных рабов Божиих, собранное из всех племён и народов земли, когда бы и где они ни жили, лишь бы действительно прилепились ко Христу. Спаситель назвал своей церковью. «Создам церковь мою», — говорил он, — «и врата да не одолеют её». Вот эту-то истину и мы с вами исповедуем, когда повторяем за каждой литургией и при святом крещении слова символа веры. «Веруи воедину, святую, соборную и апостольскую церковь». Ту же веру всегда внушали своим слушателям святые апостолы, когда, например, говорили, что все мы, истинно верующие христиане, составляем единое тело Христово, в котором ни один член не может обойтись без других, жить особняком от прочих. 1 Коринфян 12.1 «Когда убеждали, что у нас, у христиан, всё, чем мы спасаемся, у всех общее. У вас одно тело и один дух», — пишет святой апостол Павел в послании к ефтесянам. Глава 4, стих 5-6. «Как и вы призваны в одной надежде звание вашего. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, которые над всеми, и через всех, и во всех нас. Когда, наконец, повелевали христианам больше всего на свете дорожить единством Духа в союзе мира». Там же стих 3. «Быть единомысленными и единодушными» — филиппийцам 2.2. «Как огня бояться всяких разделений и раздоров» — 1 Коринфянам 1.10.13. «Держаться общих благочестивых обычаев и порядков церковной жизни, и вообще иметь как бы единые уста для прославления три единого Бога». Римлянам 15.6. «По этой вере нашей выходит, что никто из людей не может спасти синочек, как сообщатся всеми, общей всем благодатью Христовой и общими молитвами Святой Церкви. Как видите, Христос так устроил наше спасение, что все свои дары, свою благодать, свою спасительную истину вручил не одному какому-нибудь лицу и вручает не каждому в отдельности человеку, а всему вселенскому братству христиан, всей Церкви Православной. Повторяем, Христос так устроил наше спасение, что ни у кого из нас нет и не может быть ни своей особой веры, ни своих особых способов спасения, ни отдельной благодати, ни отдельного Христа Искупителя, но у всех всеобщее. А всякий, кто пожелал бы спасаться сам по себе, помимо Церкви, сказал бы, что он не нуждается ни в благодати, какая преподается в церковных таинствах, ни в общецерковных молитвах и порядках богоугодной жизни, ни в помощи прославленных Церкви угодников Божиих. Через то лишился бы и Христа, главы церковного тела, уподобился бы ветви, которые отсекли от дерева. Отсюда ясно видно, что спасаться можно лишь в Церкви, а вне Церкви нет спасения. Вот почему еще Спаситель наш сказал, что о человеке, нарушающем благочестивые порядки жизни, надо поведать Церкви. А если упорствующие грешники увещания Церкви не станут слушать, но будет жить по своему нраву, то пусть он будет тебе как язычник и мытарь. Матфея 18.17. Считай его наравне с неверным. Святые апостолы таких непокорных людей, пренебрегающих уставами Церкви, называют еретиками и отступниками. Титул 3.10. 1 Тимофея 4.1. Велят их всячески остерегаться. Святые отцы пишут, что всякий человек и всякое самочинное общество, еретики, раскольники, сектанты и, наверное, раз они не имеют общения с Церковью, не признают ее законов, то не имеют и благодати Христовой, первое правило святителя Василия Великого, и говорят, что тот не может уже иметь отцом Бога, кто не имеет матерью Церковь, святитель Киприян Карпагенский. Из всего сказанного вы сами можете убедиться, как должно быть дорога сердцу православного христианина вера в единую, святую Церковь Христову. С какой ревностью следует оберегать себя от всех покушений со стороны еретиков и раскольников, с каким самоотвержением должно прибороть всякое самолюбие и гордыню, которые ведут нас к взаимным раздорам, к распорям, к удалению от общих церковных молитв, к пренебрежению общими усыновлениями Церкви и составлению своих самочинных обычаев и мнений. По учению армонаха в арсенофии, напечатанной в известиях по Казанской епархии, в качестве материала для проповеди простому народу по поводу провозглашенной свободы совести. Вот видите, сколько приходится здесь. Рустам Гусейнов. «Игнатий Тихонович, я очень люблю Бога, очень люблю вас, очень люблю вашу общину. Вы для меня все, вы мои родные братья и сестры во Христе, а сам по себе я негодный раб Христов». Игнатий Тихонович, вы были правы, когда подчеркивали притчу Соломона, 20 глава, 5 стих. «Полностны в сердце человека глубокие воды, но человек разумно выщерпывает их. От своего я надо бежать. Уничтожить его полностью, чтобы в крови струились слова Божии. Отречься полностью от себя, взять иго Христа на себя и нести свой крест без ропота и уныния благовеству Евангелия всей твари. Нужно полностью втиснуться в слово, в заповеди и бояться их нарушить, имея страх Господень. Спасибо вам, Игнатий Тихонович, наставник». Вот в разных человеке бывает. Там писал так, я сказал, пороть тебя надо только, раздуришь так. И он куда направил. А он дальше пишет, вот сегодня ночью он написал. Ну и показать надо наши ресурсы. Вчерашний день я тут ролик составил про Задорного. Он называется Задорнов. Просто на наш сайт зайдите. Я поставил сегодня 10 роликов. Ну он 11-й от краю стоит. «Черная заноза в мозги» называется. И вот об единстве считали. Первая церковь как понимала? Как Игнатий Богоносец понимал? Сегодня еретики-то, сектанты. Вообще, а я отошел от церкви, я сам по себе. Как мне Бог откроет? Почему ты думаешь, что Бог-то откроет? Вопреки церкви. А-то 20 столетий церковь верила так, а ты так. И вне церкви спасешься? Ну, что с тобой разговаривать? О чем тогда? Ну, полностью сатана обуял. Ничего ты не спасешься. Где ты спасешься-то? Вопреки церкви. Вот. Ну, и тут надо показать наш мой мир. Самый любимый ресурс у меня. Вот тут. Сегодня поставил я сколько. И теперь сюда. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Вот восемь уже перетащила сюда, в мой мир. Это я их переношу сюда, а потом она медленно-медленно туда и перетаскивает. Ну, вот наш православный форум. 1600 тем православный форум. Очень богатый. Каждый день приходит, ну, примерно, в среднем 300 человек. Дальше никак. Бывает, взмахнет намного больше и опустится там чуть на 200 почти. Но вообще ни одного вопроса, ничего нет. То есть, вот это я и хотел, чтобы на форуме не было ни криков, ни руганий, ничего нет. Материал полностью выставлен. И что это? Конечная инстанция? Ну, конечно, конечная. Потому что это от Бога, по слову Божию все, по святым отцам, по канонам церкви, по житьям святых. Если знаете лучше, то покажите. Ну, и вот наш православный видеоканал «Открытым оком» во свете Библии. Вот сегодня я поставил 10 роликов. Сейчас посмотрю, сколько посещений. Вот пока засчитывал, вот тут 11, вот кошек по 21, даже 26 обольщения тут, как сектанты делают. Но больше нету 26. Ну, в среднем, так, где-то по 15 зашло. Вот так, 56 минут. Немного, но много материалу-то. А вот она, Задорнов и черная заноза в мозг. 1257 человек за 19 часов пришло. Вот я показываю здесь. Заходите, читайте, смотрите, вразумляйтесь. Ну, и дальше у нас есть сайт во свете Библии. И главное, это тут проповеди. И вопросы, и ответы. Вот здесь я беру 10 государства. По государству. Сейчас могу даже достать хотя бы один вопросик. И посмотреть. Вопрос 1930, седьмой том, открытым оком. Когда считаешь творение святого Иоанна Златоуста, его высказывание против несправедливости тогдашних правителей, то вовсе уж не получается, что он был кротким и молчаливым, и не давал сдачи. Почему же тогда он святой? Это мне вопросы задавали. Я вел занятия в университетах, институтах, техникумах, десятках школ, милиции, воинских частях, три радиопрограммы. Не могу сказать где, но вот на бумажке это все. Ответ. От ложного понимания кротости и скромности монахи подрисовали такой образ к тени своей, что нужно только молчать и с любой ложью беспрекословно соглашаться. И только бы сучки и бревна не растормошить. Эти лесопильные заводы сегодня в каждой епархии. Не трожь, не суди, за собой смотри. В одну линию, в одно слово есть такое, говорится. Всех люблю, никого не осуждаю, без пробелов. Это попы сегодня. И когда говорят не суди никого, это они имеют в виду только одно. Не трожь нас, отойди от нас. А сами такое наворачивают, что хоть святых выноси из епархии, крещение не совершают по канонам, а только бы прибыль была в денежном выражении. Галатам, 2 глава, 11 стих. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Эфесянам, 5, 11. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Афанасий Александрийский, 18 января. Афанасий, не вынося совершаемой несправедливости, не умолкая восклицал, угасла правда. Попрона истина, погибло правосудие, исчезло у судей законное расследование, осторожное рассмотрение дел. Разве законно, чтобы желающий оправдаться содержался в узах, а суд всего дела был бы поручен клеветникам и врагам, и чтобы сами оговорщики судили того, на кого клевещут? Вот меня когда судили, я-то все это говорил себе. Заранее уже приговор-то вынесен, ничего нету, стихотворение какое-то нашли. Вот как Роспотребнадзор нападал в прошлом году. У крышки кастрюли там отбита маленькая эмаль, доска неистого материала, воду нельзя брать из колодца, только проточную. В деревне какая проточная-то? То есть вот эта зараженная, десятки раз пытается очистить ее с хлоркой, в городе-то мы живем-то, а тут артизанский колодец, считай, вода чистейшая. Нет. Ну, норма, то есть он не знает, как ее, куда поставить-то, проточная должна быть. Я говорю, ну где я сделаю? А вы, говорит, бачок поставьте сверху, кухня-то, и чтобы она текла, я запишу проточную. Я говорю, в дурдоме проверять это надо. Я стихотворение писал. Расстрельщики России, палачи, на что они посмели замахнуться? Екатеринбург встает уже в ночи, спаси нас окаянных Иисусе. Бог допустил, а может повелел отнять помазанника, заключить с семьей. Рыкая вышел краснозвездный лев, потом окажется всепьянейшей свиньей. Не надо тушиться, а что бы, если, кабы, рассматриваясь, сравнивая, как было. Стареи израильские на таких ухабах теряли все и в плен брели постылы. Пророк Еремей и Михей не храмы строили, но звали к покаянию. Аман на веселице, а не Мардахей, премудрость Божия оправдана писанием. Кронштадтский Иоанн громил Толстого, Саровский Серафим скрывался в келье. Народ взверел, не слышал Божье слово, и недуховные по пьянке песни пели. Здесь умница епископ Феофан в придуманном затворе затаился. Народ в заглот хватал Левиафан. Кто понял до конца о том молился? Игнатий Бринчанинов в глубине молитвенных сакральных размышлений. На Волге вылупился лысенький пигмей. Повытрясет на Божий свет их Ленин. Ни одного апостола в России, кто шел в народ подобно, как и Павел, уже террор, уже народ взбесился, балакаянца безраздельно правил. Кресты и купола перекосились. Где вы, епископы, церковные князья? Бог в ярости отнял благую милость. Так нужно проповедовать? Нельзя! 9 августа 2003 года. Ну, на сегодня хватит. Ну, на сегодня апостолируемся.